добрый день уважаемые зрители и подписчики сегодня мы будем делать пирожки с капустой из такого же тесто как мы в предыдущем видео делали чебуреки значит для тех кому лень или не хотят или не смотрели предыдущее видео процесс приготовления теста мы повторим для тех кто в принципе не хочет его смотреть или знает можете пропустить ну и включить видео немножечко позже перемотать его и так 500 грамм муки у нас есть уже взвешенной неполная чайная ложка соли можно пол чайной ложки соли потому что чем меньше соли тем более эластичное тесто 1 полторы чайные ложки сахара 2 столовые ложки растительного масла ну можно 2 3 кто как любит пожирнее я иногда даже добавляю до 4 просто часто будут пирожки с капустой лучше когда будет 2 столовые ложки 2 столовые ложки домашней водки магазинную водку мы не используем у нас мальчишки сами делают очень хорошую душистую домашнюю водку именно не самогона домашнюю водку ну у кого что есть если у кого-то есть самогон то в принципе это не с страшно вот водку взяла из запаса мужа тут даже у него подписано как то так 70 градусов вторая перегонка если бы вы аромат этой водки слышали если формат передавался по интернету то у вас бы точно слюнки потекли сто процентов обязательно мы в тесто вы можете не добавлять на ваше усмотрение мы в любое тесто добавляем просто вот так посыпаем черного перца тесто получается потом при жарке при варке даже в не менее мы обязательно добавляем черный красный перец ну и когда красного перца нету мы его не добавляем потому что перец у нас семье очень расходный материал бывает что нету черный перец у нас практически есть всегда но очень часто мы используем не молотый покупной магазинный перец а перец горошком скалкой давим и высыпаем сюда в муку в тесто засолку получается очень душистый продукт и все это заливаем водой значит вода сейчас она не кипящей а ну вот вы видите 57 58 градусов где-то так горячая вода значит даже можно сейчас я скажу сколько это в миллилитрах у меня такой мерный стаканчик из есть 200 и здесь 50 250 миллилитров горячей воды все и вымешиваем тесто тесто должно хорошо вымешиваться процесс такой мы тесто я тоже говорил о предыдущем видео и повторюсь сейчас вымешиваем тесто и самое главное что я хотела сказать мы тесто да не режем если сначала замешивается вымешивается там минут пять десять затем она пополам можно ножом разрезать несколько раз мы его разрываем руками почему для того чтобы она в середине хорошо замешалось это тесто когда готовим уже на порционные кусочки для пирожков и чебуреков мы его никогда не режем ножом и нас так научили в общем но говорят что если ножом резать большинство чебуреков просто лопается потом на сковороде сейчас вот уже когда тесто вымешивается вода у мука и не добавляется можно дополнить если тесто подлипает можно дополнить солнечного масла от муку мы больше не добавляем и при раскатке мы тоже муку не добавляем тесто разрываем так и выворачиваем его наизнанку чтобы она все в середине все в середине хорошо вымесилась а вы если вам удобно можете резать его на несколько частей ножом и также его выворачивать обязательно вымешивать такая процедура с разрезанием или разрыванием теста должна повторяться но три-четыре раза и тогда тесто будет хорошо вымешано тесто благодаря специям перцу и домашней водки получается необычайно ароматным очень аппетитным очень вкусным таким вот и для чего нужна водка в тесте она служит натуральным разрыхлителем она не дает впитываться в тесто лишнему маслу и она также способствует образованию пузырьков при жарке теста масло подсолнечное оно тоже попадает слои теста и при жарке на растительном масле нагревается масло в слоях теста закипает и тоже способствует появлению пузырьков также масло попадает вот между частями теста и не дает ему слипаться вот когда делают тесто слоеное естественно в курсе до слои перемазываются жиром там или сливочным маслом или маргарином или растительным маслом здесь эффект тот же самый то есть благодаря маслу тесто получается при жарке многослойным тесто готово кладем его в пакет тесто не должно обветриваться самое главное иначе оно будет ломким и будем сейчас делать пирожки капустой тесто как на чебуреки тонко не раскатываем но где-то приблизительно пол миллиметра вот так вот толщиной начинку из капусты мы сделали заранее кто делает ее с томатом кто делает без томата мы делаем без томата капуста и здесь еще зеленая фасоль залепливаем пирожки как обычно по середине очень хорошо пролепливаем их кончики придавливаем слегка вот сверху ладонью ну и в принципе так вылепливаем все пирожки вместо у теста очень эластичное получается но она иногда не очень хорошо залепливается поэтому надо проверять чтобы она была хорошо склеена жарить будем пирожки класть вот этой стороной со швом которая сначала на масло будем класть так она прожарится а потом уже будем его переворачивать вот видно что я кладу вниз швом пирожки неприятно шипят в масле ничего там из них тоже не вытекает не лопается и сейчас эти пирожочки с одной стороны поджариться я перевернул пирожки готовится очень быстро как только снизу появляется румяная корочка так сразу переворачиваем на другую сторону и тоже поджидаем смотрим никуда не отходим чтобы пирожки не сгорели потому что горят моментально поскольку капуста в середине готова вот то нужно чтобы просто приготовилась тесто а тесто в масле жарится очень-очень вот я перевернула пирожки они тоже получаются пупырышку масло с водкой делают свое дело то есть из слоев теста они нагреваясь подымают и разъединяет свои тесто пирожки получаются очень аппетитные с корочкой хрустящие в общем не оторваться самое главное еще что это тесто можно сделать заранее то есть его можно замесить допустим сегодня к примеру и положить в холодильник и ничего ему не делается она может смело лежать пару дней от этого она становится только лучше вылеживается пропитывается компонентами всеми но оно получается если тесто сделать заранее там за день хотя были за два тесто вообще получается прямо все такое воздушное все в этих пузырьках воздушных и необычайно вкусное советую вам обязательно попробовать делается очень быстро практически молниеносно и очень очень вкусно и гостей порадовать и сами попробуйте я думаю вам понравится